Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Обвиняемый в изнасиловании школьницы Евгений Самсоник сегодня предстал перед судом. Он напал на девушку в здании бывшего морга. Софийский собор будет достроен. Храм на набережной у Ладьи, который начали возводить более 10 лет назад, скоро перестанет быть долгостроем. Селфи или себяшки по-прежнему в моде. Самарцы в тренде. А вот что говорят психологи. Сегодня в советском районном суде стартовал процесс по делу Евгения Самсоника. Мужчину подозревают в изнасиловании школьницы. Все случилось осенью прошлого года на улице Запорожская. По данным следствия, самсоник силой затащил 17-летнюю девушку на территорию заброшенного морга, где и совершил преступление. Оперативники проверяли его на причастность к другим преступлениям подобного рода, но пока в деле только одна потерпевшая. Заседание проходило в закрытом режиме. С подробностями Алины Чемерес. По данным уголовного дела, все случилось здесь, на территории бывшего морга. По версии следствия, мужчина специально караулил школьницу. Когда увидел свою жертву, ударил ее по голове бутылкой и притащил сюда, после чего изнасиловал. Сейчас дело рассматривает советский районный суд. Евгений Самсоник вину не признает. Житель Кенеля, отец троих детей, подозреваемый, в Самаре работал грузчиком. По данным следствия, 17-летнюю девушку, которая в тот день стала жертвой преступления, раньше не знал. По предварительной версии, Самсоник сначала изнасиловал школьницу, а потом ограбил. Забрал телефон и деньги. Но у защиты другое мнение. В момент совершения инкриминированного деяния он находился на рабочем месте, после чего на общественном транспорте, на электричке, поехал он домой и находился дома. Жена, его мама, они подтверждают, что он находился в этот период дома. То есть приехал с работы, в это время находился, отдыхал после ночной смены. На предварительном расследовании вину не признавал, отрицал, соответственно, обстоятельства совершения преступления. Ранее он был дважды судим за кражу. И в случае установления его вины ему грозить лишние свободы до 15 лет. Согласно материалам дела, девушка своего обидчика опознала. В ходе следствия было назначено около 20 экспертиз. Данные пока не разглашаются. По словам адвоката, чтобы подтвердить вину Самсоника, их недостаточно. Теперь экспертов будут допрашивать в суде. Мы будем следить за развитием дела. Преступность в Самаре за год снизилась на 11%. Причем показатели упали по всем видам правонарушений. А вот раскрываемость, наоборот, выросла на 4% по сравнению с 2015 годом. Случаи коррупции тоже стали выявлять чаще, на 2,5%. Эти цифры озвучили на коллегии Главного управления МВД по Самарской области. Говорили и о планах на 2017 год, который станет очень важным для подготовки внутренних служб к футбольному мундиалю. Это вопрос номер один, потому что там особые задачи. Там вопросы, с которыми мы раньше не сталкивались. Принимать такое количество иностранных граждан, и не только иностранных. Тут в месяц примерно будут десятки тысяч людей, которые будут здесь проживать с разных точек мира. И в этом смысле, конечно, этот год будет очень важным. Главная задача наша и в следующем году, и в последующие годы продолжать укреплять доверие собственных граждан путем укрепления совместной работы, в том числе с властью, в первую очередь. Народ и власть неразделимы. Это основной принцип нашей службы. Событие, которого давно ждут православные Самары. Софийский собор будет достроен в следующем году. Храм на набережной у Ладьи начали возводить более десяти лет назад, и собор стал знаменитым долгостроем. Сначала он был задуман как храм в честь святого Серафима Саровского. Затем, по предложению Самарской епархии, статус сооружения поменяли. Открытие Софийского собора значительно повысит духовный статус Самары, сделает ее одним из православных центров в России и в мире. Сейчас строительство близится к завершению. В этом убедилась Олеся Корецкая. Его называют русской свечой на византийском подсвечнике. Софийский собор строится в красивом месте, на набережной около Ладьи. Высота храма почти 70 метров. Он состоит из трех фрагментов, все они на разной степени готовности. В нижней части здания сейчас строят лифтовые узлы, проводят канализацию, готовят учебные классы. В будущем здесь откроется воскресная школа на 40 учеников. По проекту вокруг храма сделают удобный подъезд, стоянку для гостей и пешеходные переходы. Почти завершен третий фрагмент, верхняя часть храма. Здесь осталось сделать окна. Сейчас строители приступили ко второй части в центре здания. Как только появится отопление, внутри начнутся отделочные работы. У храма округлая форма, причудливая и сложная архитектура как снаружи, так и внутри. Здесь множество коридоров, различных комнат. И мне, как человеку неподготовленному, сложно ориентироваться и можно даже заблудиться. Никогда не знаю, что окажется за следующим поворотом. Как, например, здесь. А здесь будет смотровая площадка. В этом месте появятся перила. Самарцы и гости города смогут насладиться видами Самары и Волги по всей окружности здания. И венчает храм-колокольня на высоте больше 60 метров с большим колоколом в центре. Его звон будет слышен далеко по Волге. Как идут работы, проверяет губернатор Николай Меркушкин. На строительную площадку он приезжает вместе с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. С директором фирмы-подрядчика и настоятелем храма обсуждают все тонкости оформления собора. Здесь максимальная стукатурка и подростки. И почему двойные колонны? Отстанная колонна. И вот здесь еще колонны. Вот и колонны, а гражданин. Нужно увеличить темпы строительства и сократить расходы, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. Как строим? Строить все будет зависеть. Мы готовы. Темпы скоро зависят от возможностей. Вы можете увеличить? Нет, мы увеличим, нет вопросов. А куда такие деньги? Ну а здесь, теперь мы бросим на полпути, Николай Иванович. Вы видите, какая облицовка здесь. После начала это положено уже. Мы даже еле, но мы колонны уже на фибробетон переделали. Завершение строительства Софийского собора губернатор обещает контролировать и приглашает настоятеля и генерального подрядчика на личную встречу. Собор должен быть достроен осенью 2018 года. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-У», который выведет на орбиту корабль «Прогресс-МС-5», будет заменен. Это связано с аварией во время предыдущего старта. По сообщению агентства «Интерфакс», третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где и будет произведена его замена. Запуск «Прогресса-МС-5» к МКС запланирован на февраль. В Самаре появились улицы Петра Монастырского, Веры Ершовой и Николая Симонова. Правда, пройтись по ним удастся только жителям отдаленных окраин. Имена народных артистов СССР присвоили улицам новой очереди поселка Кошелев. В Самаре судебный пристав за вознаграждение обещала снять долг в размере 1 миллиона рублей. На сотрудницу ведомства, подозреваемую в получении взятки в крупном размере, завели уголовное дело. По версии следствия, женщина получила от гражданина 150 тысяч рублей. Взамен, пользуясь служебным положением, обещала прекратить преследование должника. Телеканал «Самара ГИС» поздравляет коллег с Днем прессы. Профессиональный праздник сегодня отмечают все журналисты, вне зависимости от места работы. Именно в этот день, в 1703 году, увидел свет первый номер газеты «Ведомости». Издание появилось в России по указу Петра I, который сам был редактором газеты. Император рассматривал его как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждение могущества страны. Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Синоптики прогнозируют приятную погоду, но в выходные ожидается до минус 9 градусов, небольшой снег и изморозь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В ночь на воскресенье, 15 января, температура воздуха составит от минус 7 до минус 12 градусов. При прояснениях от минус 13 до минус 18 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов. Волга, площадь славы или Куйбышева вертолетка. Самара – идеальный фон для селфи, и горожане активно этим пользуются. Каждый день самарцы выкладывают в сеть сотни тысяч фото самих себя. Что побуждает человека сделать себяшку или селфи, узнала Марина Матвеевшина. Повелительница аккаунтов телеканала «Самара Гиз» в соцсетях и ведущая программы «Точка.ру» Юлия Черняева знает толк в селфи. Себяшки или самострелы она делает регулярно. Мне хочется, наверное, как-то запечатлеть этот момент. И у каждого человека, мне кажется, в телефоне очень много фотографий, которые никто не видел. А вот некоторые моменты хочется почему-то показать. И не забыть написать какой-нибудь хэштег типа «Я красивая». Селфи-мания охватила людей несколько лет назад и с тех пор только набирает обороты. Даже есть специальные курсы, где за деньги научат фотографировать себя в наиболее выгодном свете. Подогревают интерес к этому жанру фотопроизводителя смартфонов, совершенствуя фронтальные камеры и создавая дополнительные девайсы. С помощью селфи-палки возможности оригинально запечатлеть себя только увеличиваются. Вы делаете селфи? Делаем. Как часто? Ну, не каждый день, но бывает по настроению, да. И от места очень много зависит, и от людей, которые рядом находятся, и от обстановки. Ну, очень много всего, конечно. Главное – от себя, как человек выглядит. И если, например, сегодня накрашено и красиво, то обязательно сделаем. А вы делаете селфи? Нет. Вообще никогда? Ну, так, изредка. А вот что должно случиться, чтобы вам захотелось его сделать? Не знаю. Ну, что захотелось. Ну, там какие-то... Ну, там с друзьями, там, встать и сфотографироваться. Два раза в день, можно так сказать. Веселое настроение, большая дружеская компания. Нет. Я в этом плане далека. Ну, просто вот... Просто не делаете. Ну, просто не делаете, да, как-то на высоте техникой. Бывает, делаем. Как часто? Ну, не часто. Например, какое-нибудь событие, или пошли куда-то там, мероприятие. Для себя на память, скорее всего, только если так. Вот такая. Понятие селфи появилось в начале 2000-х, а как явление задолго до появления смартфонов. Великая княжна Анастасия Николаевна делала селфи, когда это еще не было мейнстримом, в 1914 году. Сейчас в мировой паутине можно найти миллионы самых разных фотографических автопортретов. Многие опасаются, не попахивает ли это нарциссизмом, но психологи опровергают это. В этом есть вот, ну, какая-то динамика, процесс жизни, да, что что-то происходит. Вот, и это не просто происходит, а меняется мое самочувствие, состояние, вот образ мой и так далее. Это вот такая вот телеграмма самим себе. В этом ничего такого худого нет. Но если это становится вот такой, есть, что такое истерика, да, это стремление привлекать внимание без необходимости. Вот, и если здесь есть вот это вот, ну, замещение как-то вот всего на свете, то, конечно, это, ну, достаточно скучновато. Это показатель, что это вот грустно живется. На селфи тоже существует своя мода. Если раньше все делали губы уточкой, вот так, потом этот тренд перевоплотился в губы рыбкой, слегка приоткрыв рот. Затем стало модно удивляться на фотографиях, изображать что-то вроде того. Теперь входит в моду новый тренд, это селфи с рукой. Приложить руку к лицу, ну, или так, или еще как-то, как вам заблагорассудится. Но это тренд этого года. А в прошлом году модно было фотографироваться с мужчинами или с котиками. Котика у меня с собой нет, а вот мужчина на работе у меня всегда есть. Это наш оператор. Вот он, красавец-мужчина. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, события. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках событий. К полку автотранспорта прибыло. 18 школьных автобусов и 8 машин скорой помощи передаст сегодня губернатор главам муниципалитетов. 13 января день рождения Самарской губернии. В честь памятной даты откроется выставка подлинных документов «Великие реформы». Новую редакцию спектакля «Амадеус» представит Самарский театр драмы. Сегодня пройдет генеральная репетиция. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся!